Хорошо, ставьте плюсики. Если там что-то надо подправить, то пишите погромче или потише, надо сделать. Спасибо, спасибо за обратную связь. Меня зовут Алексей Саргаев, я из города Нижний Новгород, директор в команде BMD21 в открытой квалификации старшего и золотого директора. Сегодня постараюсь раскрыть вам тему лидерства, тему предпринимательского мышления. Что хочу сказать, тема достаточно объемная и, скорее всего, наш вебинар продлится чуть более часа. В любом случае, я постараюсь ее дать быстро, доступно и сильно вас не задерживать. На запись поставил. Ну что, поехали. Итак, с кем мы еще не знакомы, давайте немножко познакомимся. Как я вообще в этот бизнес пришел, чем я раньше занимался. С 2009 по 2014 год весь мой опыт, он, в принципе, складывался из того, что я пробовал, начинал какие-то новые дела. Совмещал это периодически с работой по найму. И, ну, с каждым разом это был бизнес все больше и больше, все масштабнее. Ну и, соответственно, все более сложнее. Вообще, все это началось у меня после прочтения нескольких книг. То есть, я прочитал в 2009 году книги Роберта Киасаки «Квадрат денежного потока», «Богатый папа, бедный папа». Почитал и Ричарда Брэнсона книга «Называется «К черту все, берись и делай». И Айон Рент «Атлант расправил плечи». То есть, вот эти вот четыре книги, они, ну, наверное, перевернули мое сознание, потому что в 20 с копейками лет было, ну, как сказать, розовые очки были. Да, оказалось, что я сейчас там уволюсь с армии, меня там с распростертыми объятиями, с высшим образованием и с военным билетом будут ждать, да, будут в очередь выстраиваться работодатели за мной. Вот, ну, вот эти вот книги, они немного позволили так спуститься с небес на землю, да, и реально оценить обстановку. К окончанию службы я уже понял, что я хочу работать на себя, развиваться в направлении собственного бизнеса. Были разные проекты, разные бизнесы, что-то было успешно, что-то было неуспешно, но так или иначе, в декабре 2015 года я начал новый бизнес. Это то, чем мы сейчас с вами занимаемся, пришел сюда сразу на развитие бизнеса, да, то есть, ну, естественно, не на покупки, не на продажи, вот, а именно на развитие бизнеса. И вы знаете, вот, ну, мне, ну, мне часто вопросы такие задавали, мол, почему ты, мужик, в 30 лет пришел к Reflame, да, ну, что здесь такого есть? На самом деле здесь есть очень многое, здесь есть неограниченные возможности, я думаю, ну, многие из вас уже успели это оценить. Но прежде всего, вот, что мне помогло сразу оценить эти возможности, да, ну, наверное, наличие какого-то предпринимательского опыта предыдущего. Когда любой бизнес начинаешь планировать, начинаешь, планируешь, ты сразу его расцениваешь на несколько лет вперед, да, то есть сразу на длительную перспективу его оцениваешь. Вот, и, ну, вот, вот это вот видение перспективы, оно является, ну, одной из составляющих частей именно предпринимательского мышления, да, потому что, ну, понятное дело, я не ждал здесь денег, там, через каталог, через два, через три каталога, но я имел сравнение, да, например, с работой по найму. Как меняется вообще доходность в работе по найму? Ну, вот, кто из вас работает, да, поставьте букву «Р» в чате, да, вот, как меняется зарплата у вас, например, за последние несколько лет, да, как ее там повышают или понижают. Если сравнить, например, с собственным бизнесом, то это вообще, ну, такая достаточно темная лошадка, потому что ты можешь вложить, да, и, в принципе, можешь не отбить деньги, да, такое тоже бывает иногда. То есть, ну, понятное дело, ты всегда рассматриваешь позитивную сторону, да, что ты добьешься своего, что ты, ну, реализуешься в том или ином бизнесе, но есть такая штука, как статистика, и российская статистика, она говорит о том, что 90% стартапов в России не доживает до первых двух лет, да, то есть они не выходят даже в точку безубыточности, в точку невозврата. Вот. Остальные из оставшихся компаний еще 90% отмирают следующие три года, да, то есть это статистика, это цифры, которые не из головы взяты, вы можете в интернете это все, ну, поискать в области стартапов, да, то есть сколько стартапов переходит, да, ну, в такую нормально развивающуюся компанию. Вот. В нашем бизнесе, да, единственный минус, наверное, в том, что деньги растут не сразу, деньги растут постепенно. Ну, наверное, в этом и минус, и плюс, на самом деле. Вот, когда мне этот бизнес предлагали, я сразу расценивал перспективы 20 лет, да, то есть, ну, почему 20 лет, я просто посчитал там, когда у меня ребенок институт закончит, да, там, 20 лет. Я посчитал, какую структуру можно построить за 20 лет. Перспективы вообще потрясающие на самом деле. Даже если строить одну директорскую команду в год, да, соответственно, за 20 лет у тебя будет там, за 20 лет активного ведения бизнеса у тебя будет там 20 директорских команд. Какой доход будет, ну, я думаю, вы представляете. Следующий момент. Какое детство и какую жизнь я смогу дать ребенку? Сколько времени я смогу уделять своей семье? Потому что, ну, вот, это время, которое я совмещал бизнес с работой по найму, вот это время я у своей семьи воровал, да, то есть, я это время жертвовал. Но спустя 10 месяцев я уволился с работы по найму и освободил примерно 12 часов в день, да, то есть, 12 часов в день, которые я затем сполна вернул своей семье. Вот, поэтому вот эти вот вещи, вот эта вот наглядная картинка, да, она позволяет на самом деле оценить вообще, что вас здесь ждет. Сейчас у нас по команде запущено использование такого инструмента, как финансовое планирование жизни. Вот, по крайней мере, мы с нашими ключевыми партнерами это делаем. И я знаю, что во многих других командах это делают. Финансовое планирование жизни, которое позволяет написать там несколько разных сценариев, да, вот что вас ждет. Вот мы такой сценарий у себя в команде прописывали до 2055 года. Обычно, когда ты начинаешь какое-то дело, да, особенно если у тебя нет предпринимательского опыта, то ты это расцениваешь там, ну, в какую-то ближайшую перспективу. Вот, но если этот бизнес расценить на перспективу там хотя бы 20-30 лет, то возможности он дает колоссальные. Вот, кто уже проходил финансовое планирование, оставьте единички в чате, чтобы понимать, сколько у нас здесь. Следующий момент, да, ну, это на самом деле неограниченные возможности, во-первых. И во-вторых, то, что мне очень нравится, то, что ты делаешь одну и ту же работу, но постоянно твой доход растет. Да, ты делаешь абсолютно одну и ту же, абсолютно идентичную работу, просто с разными людьми и разными группами. Но за уже выполненную работу, за уже выполненную работу, ты доход получаешь постоянно. Более того, чем выше ты поднимаешься по карьерной лестнице, тем больше твой доход. То есть, смотрите, допустим, первые шесть групп построили, вот даже если премиями взять, первые шесть групп построили, получили премии 17500 долларов. По маркетинг-плану, да, я не беру даже дохода. Дальше построили вторые шесть групп, у вас уже есть команда, опыт, личный бренд, профессионализм ваш. То есть, вторые шесть групп, по идее, можно построить гораздо быстрее. Построили, получили дополнительно 42 тысяч долларов премии. Третьи шесть групп дополнительно 66 тысяч долларов, да, за четвертые шесть групп 142 тысяч долларов. Вот, то есть, это вот, ну, можно сравнить с нашей стартовой программой. Первый каталог сделал 100 баллов, получил шаг там за полторы тысячи. За вторые 100 баллов, за ту же самую работу, ты уже получаешь более дорогостоящий подарок. Вот, и наша карьерная лестница, она, в принципе, вот мне очень нравится вот именно вот этим, да. То есть, ты делаешь одну и ту же работу, не возвращаясь к старой работе. Но твои доходы, они постоянно растут от этого. Следующий момент, да, что очень важно учитывать, особенно если вы начинаете этот бизнес. Трезвая оценка перспектив, да, когда мне кто-то говорит, ну, вот работа это сейчас, да, у вас сейчас там денег много не заработаешь и так далее, и так далее. Я говорю, давай посмотрим, что у тебя поменялось, например, за последние три года. Да, вот ты зарабатываешь там 25-30 тысяч, да, сколько ты заработал, зарабатывал год назад, а до этого два года назад. Насколько сильно вообще поменялась твоя доходность, да, и что будет в следующие три года, если ты оставишь все по-прежнему. Да, конечно, там, если ты этим бизнесом раньше не занимался, у тебя сейчас нет времени на него, да, и оно само по себе не появится. Вот, но если ты активно впахиваешься здесь, да, то есть, через полгода-год, ты можешь уже уйти с работы по найму, да. Уйдя с работы по найму, ты можешь активнее, еще активнее развивать этот бизнес, и рост пойдет вам гораздо быстрее. Вот, в принципе, ну, у нас примерно так и было. Я чуть дальше покажу график нашего развития, вы увидите там вот этот вот четкий период, когда я ушел с работы по найму. Вот. Что еще очень важно? Очень важно упрощать сложные вещи. Упрощать сложные и масштабировать какие-то простые вещи. Да, что такое упрощать сложные? Ну, вот опять же, когда мне презентацию бизнеса давали, мне говорили, что надо создавать там директорский товарооборот 250 тысяч. Я начал все это разбивать на маленькие кусочки, да, знаете, выражение большого слона надо есть маленькими кусочками. Что такое маленькие кусочки, да, вот у меня мама работает в детском саду воспитателем, да, я начал думать, сколько можно детского велнеса продать детям, да, там 23 ребенка в группе, 10 групп в саду, 230 детей. Если каждый из родителей позаботится о здоровье своего ребенка, это товарооборот там минимум 230 тысяч рублей в месяц. Вот она директорская структура, да. Поэтому, если вам какие-то цифры кажутся, ну, может быть, недостижимыми или нереальными, да, то всегда их, ну, раскладывайте на более мелкие составные части. Так, давайте связь проверим, если все окей, плюсики поставьте, потому что, ну, у меня вроде все нормально показывает. Сейчас я попрошу еще вай-фай выключить. Ну, матчат занимается. Спасибо за обратную связь. Ну, если у кого-то там что-то будет подвисать, попробуйте перезайти, может быть, получше будет. Вот, то есть, если какие-то вещи кажутся вам недостижимыми, нереальными или еще что-то, да, всегда упрощайте его на мелкие кусочки. Вот. Мы себе поставили задачу сделать за 2018 год товарооборот 1 миллион баллов. А 1 миллион баллов, ну, сначала это звучит так, ну, достаточно жестко, да. Но потом ты это делишь там на 17 каталогов, ты это делишь там на количество команд, и получается, что в принципе, ну, ничего невозможного нет. Там под 10 тысяч баллов в каталог там в одной команде, ну, это ничего страшного, это ерунда, да. То есть, ну, какие-то вещи старайтесь упрощать. Следующий момент, да, также очень важно масштабировать какие-то простые вещи. Да, вот, кстати, где упрощать сложное, да, вот, вы можете это часто использовать, когда вам говорят, что wellness дорогой, да. Что вы начинаете делать? Считать, сколько этот wellness будет стоить в пересчете на одну порцию или в пересчете на один день, да. То есть, вы, в принципе, ну, это уже используете. Когда кто-то что-то говорит про дорого. Дорого, вот, то самое, когда если кто-то вам говорит, что в этом бизнесе нет денег, что на мелочевки много не заработаешь и так далее, вы можете посчитать, сколько это мелочевки, в принципе, люди покупают, да. Вот, средний товарооборот там 1300 рублей на человека, вот. Да, не дороже, чем в аптеке, более того, если ты болеешь, ты любые деньги в аптеке выложишь, да. Особенно, если там надо какие-то дорогостоящие лекарства покупать. Вот, потребление средств гигиены, да. То есть, я вот этот вот пример даю, простой пример на примере того дома, в котором я живу, да. То есть, 2,5 миллиона рублей жителей нашего дома, одного только дома, тратить на то, чтобы помыться, побриться, там, привести себя в порядок. Вот. А что будет в масштабах города? Ну, давайте посмотрим, там, миллион жителей Нижнего Новгорода, хотя бы по 1000 рублей, если каждый будет тратить, получается товарооборот 1 миллиард, да. Да, то есть, 1 миллиард рублей жители нашего города тратят на средства гигиены, на косметику. Вопрос в том, куда они эти деньги носят. Так, кто-то в Магниты, кто-то в Пятерочке, кто-то в другие сетевые компании, вот, а кто-то в Арифлейме. Вот наша задача, чтобы в Арифлейме, конечно же, несли больше. Следующий момент, да, на что стоит обратить внимание, когда вы начинаете этот бизнес? Результат, он состоит из трех составляющих. Первое – это знание, да, и знание всего лишь на 10% влияет на результат наконечный. Вот знание, знание имеет ценность, да, когда они, ну, когда эти знания, они превращаются в умения, да. Одно дело знать, другое дело уметь, да, когда особенно эти умения ты превращаешь в навык, да, то, ну, цена этих знаний, она в разы возрастает. От кого зависит знание, которое будет получать на начальных этапах, они зависят от наставника, дальше уже на 100% от вас. Второй момент, да, это мышление, предпринимательское мышление, вот то, с чего я сегодня начал. Мышление, оно, ну, на самом деле, ну, вот это вот предпринимательское мышление, оно есть у каждого, оно есть абсолютно у всех, да, вот, кто жил в сельской местности, меня хорошо поймет, да. То есть вы там начинаете в конце апреля, в начале мая сажать картошку, да, и вы как истинный предприниматель, вы ухаживаете, собираете жуков, там, окучиваете, пропалываете, обрабатываете как-то еще что-то, еще что-то, ждете время, да, и только осенью, только в августе начинаете выкапывать эту картошку обратно, да. Да, причем обратите внимание, ну, согласитесь, глупая ситуация, если вы там, не знаю, там, 1 мая посадили картошку, 2 мая уже начинаете ее выкапывать, да, и ждать, чтобы у вас был результат. Нет, вы как истинный предприниматель, оценивая все риски, вы вкладываетесь в развитие этого урожая. Более того, даже если случится не урожай, там, засуха или еще что-то, может быть, там, проволочник сажает вашу картошку, следующей весной вы все равно будете сажать эту картошку заново. Так вот, вот это вот предпринимательское мышление, оно есть у каждого человека, абсолютно у каждого. Вопрос в том, где и когда вы его применяете. Если вы начинаете этот бизнес и через каталог вы ждете результата, да, но это можно сравнить, что вы там, картошку через неделю будете выкапывать. Более того, не зря, наверное, говорят, но вы часто это выражение слышали, есть время сеять, есть время взращивать, есть время собирать урожай. Это законы природы, и эти законы природы, они работают по всех сферах жизни человека, и в нашем бизнесе в том числе, особенно в нашем бизнесе, да. Вот так же и здесь, если где-то не взращиваешь, если где-то не сеешь, не жди урожая. Хочешь урожай, начни сажать вовремя, начни сеять, да, взращивай аккуратно, там, выращивай партнеров, помогай партнерам, становиться сильными лидерами, и будет очень хороший урожай через какое-то время. Очень важна позиция, с которой вы начинаете этот бизнес, да. Есть четыре позиции изначально. Я попробую, да, то есть я попробую сделать результат. Вторая позиция. Я сделаю результат, если, да, там, если мне дети не будут мешать, если муж не будет мешать, если погода хорошая будет, настроение хорошее будет, если работа не будет, не будет, там, напрягать меня, если я не буду уставать, если, 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 и куча разных отговоров. Вот третья позиция. Я сделаю все возможное, чтобы был результат. Вот эта вот позиция, да, она, ну, достаточно опасная. Я сделаю все возможное. То есть можно занимать себя какими-то делами, да, то есть, может быть, создавать видимость, что я работаю. Может быть, создавать, как это называется, имитацию бурной деятельности, да, но не делать главных вещей. Более того, делать это, ну, как сказать, ну, вот как в работе по найму привык, там, с 8 до 5, вот так же и здесь в бизнесе, там, сделал все возможное. Я сделал все возможное. Извините, но в нашем бизнесе иногда, да и не иногда, а очень часто нужно делать вещи, которые кажутся невозможными, да, потому что, ну, невозможное, оно на самом деле возможное. И четвертая позиция. Я сделаю результат. Точка. Да, то есть никаких больше отговоров, ну, ничего больше. Я сделаю результат. Да, и вот здесь, вот они, 4 позиции. Первая я попробую. Вторая я сделаю, если у меня сложится условие. Третья я сделаю все возможное, да, ну, там, ну, я же работаю, я буду что-то делать. И четвертая я сделаю результат. Вот дайте обратную связь, кто с какой позиции начал этот бизнес, кто с какой позиции строит этот бизнес. Здесь вот очень интересно, да, можно по-другому вопрос задать. Вот мне, как наставнику, допустим, моя задача, как наставника, довести человека, ну, как минимум до уровня директора, да, вот, чтобы там он уже где-то там более-менее самостоятельный был, да. И я могу спросить у нового партнера, скажи, пожалуйста, с какой позиции мне подходить к этой работе, да, я попробую сделать себя директором, я сделаю тебя директором, если у меня будет настроение, будет время и так далее, и так далее, да, я буду работать и сделаю все возможное, чтобы ты стал директором. Либо я сделаю себя директором, да, вот с какой позиции мне подходить к этому бизнесу по отношению к тебе. Конечно же, каждый хотел бы четвертую позицию. Вот, и здесь вот что такое взаимовыгодное партнерство, да, вот, когда новичок, когда партнер занимает вот эту вот четвертую позицию, по отношению к нему наставник тоже занимает четвертую позицию, вот это вот получается самая эффективная, самая продуктивная работа, здесь получается самое выгодное взаимное сотрудничество, да, то есть взаимовыгодное. Вот, поэтому всегда имейте в виду, с какой позиции на что вы реагируете, да, как вы подходите к этому бизнесу. Ну и 50% результата зависит от окружения. Окружение на 100% зависит от вас, да, ни один наставник, никто не сможет повлиять на ваше окружение. Только вы, вот, это люди, это книги, это видео, да, что вы смотрите, что вы читаете, что вы обсуждаете, что, о чем говорится в вашем окружении, да, это какие-то жалобы, там, я не знаю, там, у кого, у кого жизнь хуже, тот и выиграл, да, знаете, такое, ой, блин, а нам зарплату понизили, да, что вам, да, вот нам, да, у меня муж там такой-то сипой, да ладно, что твой-то, а вот мой вообще там приходит, и, и давай, вот такое, ну, бывают такие разговоры, да, в окружении, у кого, кто понимает, о чем я говорю, поставьте плюсики, вот, вот, в нашем бизнесе окружение, оно вообще другое, оно совершенно другое. В нашем бизнесе то окружение, которое тебя мотивирует, которое тебе помогает двигаться вверх, которое тебя где-то дразнит, может быть, даже, да, вот особенно, когда доходы начинают выкладывать, да, свои, там, бриллиантные директора исполнительные, где там золотые, старшие золотые сапфировые, начинают выкладывать свои доходы. Вы думаете, чтобы похвастаться? Нет, конечно, не чтобы похвастаться, а чтобы, может быть, замотивировать вас, может быть, сделать так, чтобы вы поверили, что здесь это, ну, это есть, это у каждого может быть. В окружении людей, да, в окружении этих людей успешно нет разговоров каких-то беспонтовок, там, я не знаю, о политике, там, о дорогах, об Украине, о Сирии, о санкциях и так далее, и так далее, да. В этих, в этом окружении есть разговоры только о тех вещах, на которые мы можем влиять сами. Это наши цели, это наши достижения, это наш бизнес, это наш жизнь, наша жизнь, да, и проблемы, которые решаются в этом окружении, они совершенно другого формата, да, там, куда деньги вложить, какую машину взять, Лексус или Ницца, да, или, ну, вот, вот такого вот формата проблемы. Кто хотел бы такие проблемы решать, поставьте единички. Поэтому, ребят, окружение на 100% зависит от вас. Если вы начинаете этот бизнес, да, вот я когда начинал, мне говорили про окружение, поменять окружение, сменить окружение и так далее, я думал, блин, как так вообще взять и поменять окружение? На самом деле, само собой все происходит, само собой все происходит, очень легко, через какое-то время вам, ну, не о чем будет общаться, не интересно уже общаться, это другие разговоры, другие обсуждения, понимаете? Просто, ну, вот, вот бывает, да, вот с человеком сидел 10 лет за школьной паркой, да, через 10 лет, вот, там, друзья, кореша прям такие, не разлей вода, через 10 лет после выпускного встречаетесь, поговорить не о чем, только вспоминать старое. Ну, это нормальная практика, да, потому что интересы разошлись у людей и, ну, такое иногда бывает. Вот в этом бизнесе смена окружения, она, в принципе, происходит достаточно безболезненно и, ну, достаточно незаметно. Первая часть людей сразу отсеется сами, да, это люди, у которых там комплексы какие-то, которые вам начнут эти комплексы внушать и говорят там, да ты чё, да это лохотрон, да бросай, да не надо, ты чё, да. То есть, да, нормальное окружение, в нормальном окружении нормальные люди скажут, блин, бери, пробуй, делай, получится, хорошо, не получится, опыт получишь, да, но в любом случае они вас поддержат, что бы вы ни делали, да. Те люди, которые начинают отговаривать, начинают всяких гадостей говорить, прикалываться, да, ну, это, во-первых, не от большого ума, во-вторых, это от наличия большого количества комплексов, вот. Поэтому окружение, всегда следите за своим окружением, да, кто вас окружает, что делает окружение, люди в вашем окружении, о чём они говорят, что они обсуждают, вот. Поэтому это то, что зависит от вас. Телевизор, это тоже ваше окружение, имейте в виду. Следующий момент, да, с чего я начинал этот бизнес, сразу обозначил цели, то, что мне необходимо было, да, это цели, там, 2015 года. В 2015 году, который делал, они не потеряли свою актуальность, да, более того, их стало гораздо больше, но эти цели, они помогали, когда, ну, скажем так, мягко говоря, не всё получалось, да, поэтому, если у вас ещё этого нет, поставьте себе, обязательно напишите список целей, там, 100 целей напишите, да, потому что после 30-й цели, где-то начинаешь уже мозги включать, писать, что ты хотел бы действительно достичь. И очень часто начинают откапываться те цели, которые тебя действительно будут мотивировать. Да, быть может быть, тебя будет мотивировать ни машины, ни квартира, ни, там, остров какой-нибудь, ещё что-то. Блин, может быть, тебя будет мотивировать, тупо, там, доказать людям, которые над тобой смеялись, да, доказать им, что там они лохи от имени, да. Вот, и вот эта вот цель, она очень часто будет подогревать гораздо сильнее, чем многие материальные цели. Вот, поэтому обязательно напишите список 100 целей и более, обязательно. Эти вещи, они будут помогать вам, они будут поднимать планку вашей жизни, они будут вашу планку личную поднимать. На этом графике это то, как мы развивались в этом бизнесе, да, то есть это период времени с 16-го каталога 2015-го года по 17-й каталога 2017-го года. Ну, была разная колбаса, были взлёты, были падения, были очень резкие взлёты, очень резкие падения, да, я вам обещал показать тот момент, когда я уволился с работы. Я с работы уволился на уровне 18% и через буквально неделю мы открыли звание директора, то есть это вот здесь вот было, да, то есть вот сравните, вот первые 11 месяцев таким образом развивались. Ну, такая вот колбаса была и болтанка там 9 месяцев вообще на месте, 2-3, 2-3 тысячи баллов. Вот, потом, да, потом, ну, всё схлопнулось и в голове, в принципе, всё на свои места встало и плюс ещё люди стали классные в команду приходить, ну и, в принципе, пошёл результат. После каждого, ну, вот таких вот вещей всегда старались сделать анализ, да, почему это произошло, почему такая ситуация. сложилась, вот, то есть это вот такая вот колбаса. Если вы думаете, если вы начинаете бизнес и думаете, что он будет у вас развиваться вот так вот, да, ну, я вам скажу, вы заблуждаетесь, да, это, ну, такого не будет. Ни один бизнес, ни традиционный бизнес, ни сетевой бизнес вот по такой линейке не развивается, имейте это в виду. Да, то есть колбаса будет, у кого-то посильнее, у кого-то посложнее. Очень важно оставать, оставлять, ну, трезвую голову и на трезвую голову всегда делать выводы, почему происходит та или иная ситуация, почему происходит рост, почему происходит падение, да, почему, от чего всё это происходит. Вот это вот переписка, да, ну, я Эдуарду Васильеву там периодически отсылаю такие картинки, мы, в принципе, на связи. Он не жалеет никогда, он не ищет никогда не виноватых, ничего, ну, я ему пишу вот такую картинку, когда у нас вот эта вот коррекция пошла такая вот, ну, уже падение закончилось, вот, он меня просто спрашивает, какой урок получил, да, и вот уроки, которые я на этот момент выделил, они звучали примерно таким образом, да, то есть не делать за людей их работу быстро, это не всегда хорошо. Бизнес растёт на лидерах, а не на баллах, а лидерство проявляется в трудностях, в трудных ситуациях. Что ещё быть занятым и быть эффективным, это разные вещи. Не жалеть людей, не жалеть себя, улыбаться и пахать. Вот, то есть это простые выводы, но основной акцент я сегодня хотел бы сделать именно на лидерстве, именно на лидерах, да, то есть понятно, что на лидерах растёт наш бизнес, но что это такое? Вообще, у любого человека в нашем бизнесе есть два пути. Есть путь консультанта, да, то есть, ну, это покупки делаешь, может быть, продажи делаешь, какие-то подарки собираешь, в акциях участвуешь и так далее. Здесь доход может варьироваться, там, ну, 500, 700, 1000, 2000, 5000 рублей, да, ну, не более. Есть путь лидера. Путь лидера, он гораздо сложнее. Он намного сложнее, чем путь консультанта, да, потому что это достаточно объёмная работа. Но здесь и выход гораздо интереснее. Это уже доход от 15 тысяч рублей и выше. Это более интересные подарки в виде, там, компьютеров, смартфонов, автомобилей, драгоценностей и так далее. Это уже премия от 1000 долларов и выше. Это международные конференции, банкеты и так далее. И вот здесь, если у консультанта задача формировать свою клиентскую базу, да, там, ну, поддерживать допродажное и постпродажное обслуживание, то у лидера эти задачи, они немножко более объёмные. Задача лидера – выстраивать команду ключевых бизнес-партнёров, приглашать людей в бизнес, посещать мероприятия, постоянно заниматься самообразованием и быть 100% участником, быть 100% командным игроком в команде своего наставника. Так вот, лидер – это человек, который сам себя сделал, да, лидерству, к сожалению, а может быть, к счастью, не обучает в школах или в вузах, да, то есть, ну, нет, наверное, такого предмета. И лидерами становятся люди, которые хотят ими стать, да, то есть, ну, я не могу сказать, там, я лидер, да, или, там, другой человек не может сказать, я лидер. Лидерство – это такая, ну, объективная оценка, которая только со стороны даётся. Он лидер, там, либо он не лидер и так далее. Так вот, лидерами становятся люди, которые хотят ими стать. Больше никаких критериев нет, да, то есть, захотел стать лидером – стал. И никаких причин для того, чтобы не стать, ну, в принципе, не может быть. Так вот, с чего начинается лидерство? Во-первых, с видения цели, да, просто ответьте себе на вопросы, кто я, куда я иду и куда я веду своих людей. То я не с позиции, там, Алексей Мартынов, да, или Алина Подгайченко, а с позиции, вот, кто вы как личность, да, кто за вами пойдёт, куда за вами пойдёт, да, куда вы сами идёте, какие ваши цели, какие ваши амбиции, куда до директора дойти, на Хорватию квалифицироваться, да, или, там, я не знаю, в топ-15 России войти. Вот, какие ваши амбиции, потому что от уровня ваших амбиций зависит то, куда придут ваши люди и каким образом они будут идти, понимаете, вот. Кто для вас ваши люди? Люди – это баллы на ножках, либо люди – это ваши партнёры, ваши командные игроки, да, люди, с которыми вы будете всю жизнь работать, всю жизнь, да, потому что это бизнес, вот, ну, не знаю, может быть, секрет для кого-то открою, это тот бизнес, который, в принципе, на всю жизнь не остаётся с вами, вот, ну, если вы пришли сюда серьёзно. Вот. Три основных качества лидера – ответственность, дисциплина, честность. Ответственность, ну, вот, как я говорил уже, она проявляется в трудных ситуациях. Ответственность очень легко раздаётся, когда что-то не получается, да, или кто-то где-то облажался. Потому что, ну, даже на примере спорта, возьмите, ну, там, футбольная команда, например, или хоккейная команда. Когда команда выигрывает, выигрывают все, все молодцы. Когда команда проигрывает, кто несёт ответственность? Тренер, только тренер, да, футболисты дальше идут там пить шампанское, независимо от счёта, а тренера снимают, убирают. Именно поэтому должность тренера, она, в принципе, такая высокооплачиваемая, но она проявляется именно в трудностях, именно в трудных ситуациях. В нашем бизнесе то же самое, да, где-то что-то организовываешь, особенно крупные мероприятия. Если всё хорошо, да, все молодцы. Если где-то, ну, если где-то что-то не получилось, да, то начинается поиск инноватов. Следующий момент – дисциплина, да, дисциплина, что такое? Учиться зрелости. Я всегда говорю об этом, наш бизнес, он очень простой. Он очень простой в плане действий, но он очень сложный в плане самодисциплины, да, потому что, ну, смотрите, я уволился с работы с декабря 2016 года. Я работаю из дома. Дома очень много отвлекающих факторов, да, если я на работе, там сижу, у меня где-то начальство там за мной смотрит, там ещё наблюдение какое-то и так далее, да, здесь за мной никто не смотрит. Да, здесь мне надо рано вставать, хотя очень часто хочется поспать. Особенно летом, да, когда надо сидеть рекрутировать, да, все, ну, нормальные люди, они на пляжах, они на шашлыках, ещё где-то, ещё где-то, да. Вот здесь вот дисциплина, она достаточно сложно проявляется. Но, опять же, сравните со спортом, кто становится чемпионами, да, как тренируются чемпионы. От случая к случая, по настроению, либо же они системно, постоянно занимаются, ну, тренировками. Вот, поэтому дисциплина, дисциплину очень важно в себе развивать. Чек-листы, планирование своего дня, планирование своего времени, жёсткое планирование, оно очень хорошо поможет разобраться с этим. Ну, и второй момент, да, дисциплина, как только у меня будет падать дисциплина, у меня сразу будут падать доходы. Мне этого допускать нельзя, иначе мне на работу придётся устраиваться. Вот, то есть, ну, вот такая вот взаимосвязь. Ну, и третий момент, да, это честность. В нашем бизнесе сложно кого-то обмануть, да, обмануть можно только себя и только один раз, да. Как только вы здесь, вот этот вот момент, он, ну, ломается, да, это сразу портится репутация, да, это сразу видно, в общем-то, в команде, как всё это происходит. Ну, и, наверное, уже сложно будет вести потом за собой людей, если этот пункт у вас хромает. Вот, поэтому будьте честны перед собой, да, что вы делаете, как вы развиваете этот бизнес. Вы действительно его развиваете, или же вы создаёте имитацию бурной деятельности, да, вы приглашаете людей в команду, или вы делаете около-рекрутинг, я это называю. Дружилки отправить, пост разместить, там, ещё что-то, ещё что-то, да, вот. Поэтому будьте честны всегда перед самим собой, может быть, даже немножко критичнее. Следующий момент, да, системность. Система – это непрекращающиеся, повторяющиеся действия, да, у всех людей 24 часа в сутки, у всех. И у тех, кто управляет заводами, пароходами, странами, и у тех, кто моет полы, и так далее, и так далее. У всех людей 24 часа в сутки. Вопрос в другом – как они используются, да. Когда вы начинаете этот бизнес, да, вот, когда мне кто-то говорит, там, у меня времени нет. Я говорю, дружище, у тебя этого бизнеса раньше не было. Вот в твоём ежедневном графике, в твоём ежедневном рационе этого бизнеса раньше не было. Поэтому тебе это время надо найти самому, да, и чтобы его найти, тебе надо понять, от каких действий тебе надо отказаться. В лучшем случае, там, это телевизор, да, это легко от него отказаться. И второй момент, чем ты эти действия заменишь. Потому что если ты отказываешься от телевизора и начинаешь, там, на ютубе залипать, или на страничках людей залипать, да, то, ну, в принципе, ты не придёшь к результатам. Вот, поэтому очень важный вопрос, от чего нужно отказаться. Есть такая штука, да, колесо баланса, или, там, ну, такая вот, где надо во всех направлениях, там, успеть, да. Ну, это вот в Америке было придумано для женщин, когда период эмансипации и уравнивания прав был, да, то есть в Америке это придумали. Вот, я вам могу сказать, что баланса в нашем бизнесе нет, особенно первое время, когда вы работаете. Вот, в чём это проявляется? Ну, вот, смотрите, когда я начинал этот бизнес, опять же, я приходил с работы, садился за компьютер и работал. Жена была очень-очень недовольная, да, потому что, ну, она, считай, в декрете сидит, у неё там общения практически нет никакого, да, я там, ладно, на работе ещё хоть с людьми общаюсь, она, ну, в декрете, скажем так, не очень хорошо себя чувствовала, а тут ещё муж приезжает быстро, ест и за компьютер сразу садится. Как вы думаете, довольна она была? Да очень недовольна была, вот, даже, ну, скандалы какие-то были, но мы с ней сели и поговорили, да, то есть я им сказал, там, жене и ребёнку, да, то есть, смотри, вот сейчас я, это время у вас в роду, да, прям показываю ей карьерную лестницу, да, когда мы сюда доходим, я увольняюсь с работы и 12 часов в день я освобождаю, вот. Ну, собственно, так и получилось, да, мы смели договориться, через, наверное, 8 или 9 месяцев от начала бизнеса моя супруга ко мне присоединилась, да, и пошёл ещё более бурный рост, вот. Вот, но в любом случае, да, жертвы, они будут туда, будут. Не получится, там, ходить и гулять, тусить, кафе, киношки и так далее, да, и сделать бриллианты, там, за два года не получится, вот. Я сторонник того, что попахать 2-3 года, активно попахать, да, я, ну, понятное дело, я не буду, там, на уровне бриллианта или, там, исполнительного, я не буду, там, по 500 дружилок отправлять каждый день и так далее, там, немножко формат работы подняется. Но сейчас для достижения своей цели каких-то действий важно отказаться. Что ещё? Дилетанты работают от случая к случаю, под настроение, профессионалы работают в системе. Вот, очень часто наблюдают такую картину у кого-то, там, ой, у меня руки опускаются, ой, да что-то я не знаю, у меня сегодня нет настроения рекрутируется и так далее, и так далее, да, вот. Ну, у кого были такие разговоры в команде, да, у кого были, может быть, такие ситуации, у кого руки опускались, и он, допустим, ничего не делал в течение дня по развитию бизнеса. Ну, давайте вот по чесноку прямо плюсики поставьте. У кого бывали такие ситуации? Да, там, ну, я не знаю, упадок какой-то, там, может быть, эмоциональный спад какой-то, может быть, еще что-то, я не знаю, ПМС, какого-нибудь там, ну, всякое бывает, да. Да, вот, я сразу вопрос стараюсь задавать, да, скажите, пожалуйста, вот, независимо от того, какое у вас настроение, там, какое у вас эмоциональное состояние, вот вы на свою работу ездите, вы продолжаете ездить на свою работу? На вас начальник накричал, вы все равно едете на свою работу, вам зарплату не додали, вы все равно едете на свою работу, вам, я не знаю, те же самые ПМС там или еще другие дни, вы все равно едете на свою работу, как бы хреново вы себя не чувствуете. По-любому вы едете на свою работу. Так вот, в своей работе почему-то начинаете относиться профессионально, да, то есть вы системно к ней подходите. Причем работа не нравится, начальник не нравится, может быть, люди не нравятся, да, и получаешь деньги, которые тебе не нравятся. Но в своем бизнесе, который может привести, который может на 360 градусов твою жизнь поменять, в своем бизнесе ты допускаешь такие вещи. По-моему, это, ну, не совсем логично. Вот как только вы начнете к своему бизнесу относиться как к работе, вот как к железобетонному прям вот по графику, пусть даже там с понедельника по пятницу фиксить, да, если вы вот так же системно начнете работать, да, результат у вас будет гораздо быстрее и гораздо больше, чем вы ожидаете. Любой бизнес, он подразумевает наличие системы. Нет системы, нет бизнеса. Представьте, вложили миллион рублей, открыли магазин, да, будут у вас руки опускаться? Будут иногда, может быть, особенно в первые дни, когда клиентов не будет. Будете от этого магазин закрывать? Да нет. Вы будете там пахать, сами из-за продавца, сами из-за товара съездите, если где-то прижмет, да, из-за прилавок встанете. И независимо от настроения, там, эмоционального состояния, вы все равно будете этот бизнес системно делать, потому что, блин, тупо бабла вложили. Вот. Наш бизнес, да, он такой вот, он более мягкий, он для людей размягчает. Вот. Будьте более требовательны к себе, да, вот представьте, это ваш интернет-магазин, это ваш бизнес, вы вложили сюда, я не знаю, там, 5 миллионов рублей. Работайте так, как будто вы сюда бабки вложили. И все будет хорошо сразу, все сразу наладится. Руки будут поопускаться, подниматься там, но это не будет влиять на ваш бизнес, не будет. Имейте эту систему всегда. Система есть у каждого человека. У кого-то это работа по найму, у кого-то это работа по найму плюс бизнес от случая к случаю, да. У кого-то это четкая система развития своего бизнеса, независимо от того, работаете вы или не работаете. Важно еще понимать, что любая система, она дает отсроченный результат. Отсроченный. Да, если у вас формируется только какая-то система, не ждите результата завтра. Да, если вы запускаете новую ветку, новую систему работы, это даст вам результат через 6-8 месяцев. Да, раньше, ну, нет смысла ждать, потому что быстро это тоже не очень хорошо. Ох, уехала формула. Всем видно, да, что написано? Кто такие лидеры, как развивать лидерство? Да, есть такая формула ВС плюс ПС умноженное на О равно ЛР. ВС – это врожденные способности, ПС – это приобретенные способности, О – это отношения, да, и ЛР – это личный результат. Да, то есть что может быть? Ну, допустим, врожденные способности приходят к нам какой-нибудь очень красивый, очень талантливый, очень способный рекрут, да, новичок. Новичок приходит, он весь такой врожденной способности, классный. Ну, он на вебинары заходит от случая к случаю, да, он может быть там трубки иногда не берет, то есть у него приобретенные способности, приобретаемые способности, ну, на уровне единички, да, потому что он не получает новые навыки, он рассчитывает на свою харизму. Он, ну, так не серьезно относится к этому бизнесу, потому что он, ну, думает, что это дополнительный доход. И вот ПС и О у нас будет на уровне единички. Давайте вот чисто с математики посмотрим, что будет. ВС – 10, ПС – 1, О – 1. Как итог мы получаем 11, да, то есть 10 плюс 1 будет 11, 11 умножить на 1, получаем 11. Давайте другую ситуацию посмотрим, да, приходит к нам, может быть, ну, робкий новичок какой-то, который, ну, может быть, стеснительный. Там, может быть, не всегда там, ну, блещет красотой какой-то внешний, да, вот. Но он всегда выходит на вебинары, да, он делает все задания, которые вы ему даете, да, он все делает в срок, он ответственно подходит к этому бизнесу, он, ну, вот, как губка впитывает, впитывает, впитывает в себя. То есть у него, допустим, врожденные способности на уровне единички, приобретаемые способности на уровне десяти и отношение к делу на уровне тоже десяти. Что получаем в итоге? 1 плюс 10 – 11, 11 умножим на 10, получаем личный результат, равный 110. Вот теперь сравните 110 и 11, разница в 10 раз, да, поэтому лидерами не рождается, лидерами становятся, лидеры тренируют и вытачивают себя сами. Всегда это имейте в виду, особенно если вдруг начинаете себя с кем-то сравнивать, да, любой результат и результат работы. Кто такие лидеры, как называть лидеров, да, вот наша карьерная лестница, она вот, ну, схожа с семи ступенями лидерства, да, то есть первые ступени – лидер для себя, далее лидер для другого, лидер для команды, лидер для организации, лидер для лидеров, лидер для сети, лидер мира MLM, мира сетевого маркетинга. Вот, мы с вами не будем все эти ступени разбирать, мы разберем только, ну, начальные стадии, потому что, ну, вот эта вот первая стадия, да, ну, наверное, это фундамент всех остальных стадий, потому что какой бы красивый фасад, какое бы красивое здание не было, если фундамент такой слабенький, да, то долго это здание не простоит. Вот, первая ступень, лидер для себя – это основа всего, это фундамент дальнейшего вашего развития в бизнесе. Как раз ее сейчас и разберем, лидер для себя. Что такое лидер для себя? Вот, кто видел уже такое колесо навыков, поставьте единички, кто не видел еще, поставьте двоечки, да, это те навыки, которые нам необходимо развивать в этом бизнесе. Ага, все, пошла обратная связь. Так, кто-то не видел, да? Ну, смотрите, коротко поясню, от чего зависит доходность вообще в любой сфере, любой индустрии? От профессионализма. Профессионализм – это количество навыков, которыми вы обладаете. Сколько навыков нужно для того, чтобы полы помыть? Ну, наверное, там, ведро в угол поставить, там, тряпку выжать и так далее, да? То есть, в принципе, нужно немного навыков для того, чтобы полы мыть. Вот, именно поэтому любой человек может полы помыть. Любой человек может физически полы помыть. Приятно, неприятно – это уже другой вопрос, но любой сможет помыть. Вот именно поэтому профессия, ну, вот эта вот деятельность, мытье полов, она не приносит много денег. Это низкооплачиваемая работа. И возьмем другой пример. Сколько навыков и какой профессионализм нужен для того, чтобы управлять самолетом? Это очень большой, очень высокий профессионализм, очень высокий уровень ответственности и большое количество навыков, которыми надо обладать. Именно поэтому не так много людей, которые способны управлять самолетами. И именно поэтому профессия летчиков, пилотов, там, гражданской авиации особенно, это та профессия, которая очень высокооплачиваемая. То есть, там, вот полумиллиона и выше они получают. В нашем бизнесе то же самое. Немного навыков надо на то, чтобы заниматься продажами по каталогам, но есть конкретные четкие навыки, которые необходимы для того, чтобы работать с командой, для того, чтобы строить директорские структуры. Вот это вот колесо навыков. После окончания вебинара я скину это колесо в чат. Ну, или, если любого шоу есть, то... Ну, ладно, я потом скину в чат после этого вебинара колесо навыков, чтобы каждый из вас мог заполнить, поставить самому себе оценку. Какие оценки ставить, да, то есть, что оно в себя включает? Ну, навык приглашения, навык презентации. Как отрабатывать эти навыки? Послушать, понять презентацию наставника, составить свою презентацию и отрабатывать ее. Да, может быть, первые, там, 5-10 они будут, ну, мягко говоря, не очень, да, грубо говоря, они вообще будут провальными. Ну, может быть, не у всех так. Вот у меня они вообще не очень были. Вот. Но с каждой проведенной презентацией будет все лучше, лучше, лучше. Вот. И качество презентации, оно только с количеством проходит. Вот как оценить вообще навык приглашений, навык презентации вот по этой шкале? Если у вас 10 регистраций в каталог и более, вы смело можете десятку ставить. То есть, если у вас меньше 10, там, от 0 до 10, да, то можно поставить ту оценку по количеству регистраций. Если 5 было рек, например, в прошлом каталоге, то ставите пятерку. Если 8 было, то ставите восьмерку. Поняли идею? Да, то есть, ну, достаточно просто этот навык у себя, ну, понять вообще, сколько он, ну, насколько он у вас развит. Следующий навык, да, навык организации личного товарооборота. Вот здесь это все так же развивается, да. Когда-то мне было сложно делать 150 баллов. Я вам более того скажу, я не делал 150 баллов, там, в первые каталоги, когда я начинал этот бизнес. У меня это не получалось, не получалось, да. Тем не менее, из каталога в каталог этот навык, он отрабатывался и он оттачивался. Сейчас мы размещаем свой заказ в первый день каталога и, как правило, это от 250 баллов и более. Так вот, кто научился отправлять заказы в нулевой день каталога, кто это делает? Поставьте нолики в чате. Если вы это делаете, вы можете на этой шкале поставить себе смело десятку. Если вы делаете ЛТО, там, с первого по третий день, ставьте девятку. Если вы личный товарооборот делаете в последние три дня каталога, можете себе там единичку поставить. Даже, ну, нет, единичку поставить. Если вы, в принципе, ЛТО не делаете, прям нолик можете смело ставить. Да, то есть, ну, опять же, как оценить? Как навык личного товарооборота, навык организации личного товарооборота повышать? Знаете продукцию, не обязательно все полторы тысячи номинований, 10-15 ключевых продуктов, особенно wellness, особенно на wage, да, то есть все возрастные категории. Работайте со своей клиентской базой, имейте привычку звонить своим клиентам после того, как вы им привезли товар или продукт, поинтересоваться, что понравилось, что не понравилось, да. Вот такая работа, она очень много, ну, каких-то проблем, ну, и пустых трудностей, она решает на самом деле. Что в помощь? Руководство по продукции, руководство по продукции wellness, да, то есть, это печатные издания, они стоят там 40 рублей, руководство по продукции wellness и, ну, не помню, по продукции сколько стоит, ну, тоже там незапредельные деньги. Это все вам в помощь, да, работайте, изучайте, нарабатывайте этот навык. Чем еще очень хороший этот навык, да, я вам могу поделиться вот собственной историей. Вот мы звание директора закрыли за первые 5 дней каталога. Не в конце каталога, а за первые 5 дней. Это реально было очень круто. Но когда-то был период развития в бизнесе, когда большая часть товарооборотов подходилась на последние 2 дня каталога. Вот у кого были такие нервные закрытия, да, кто там в пятницу, в субботу прям вот аж очковал, да, и за каждый балл там тресся. Поставьте единички, вот кто меня понимает, о чем речь идет. Да, вот пятница, суббота, третья пятница, третья пятница или третья суббота каталога, и уже прямо, ну, начинаешь. Потому что ты запланировал себе там 3000 баллов, например, выход на уровень 15%, а у тебя там всего лишь полторы тысячи. Вот, Андрей, каждый каталог как директор закрывал. Вот мы каждый каталог вот так же тоже, ну, до уровня директорного нашли, но потом стали вот эту вот ситуацию, да, вот эту ситуацию стали перетягивать на первые дни каталога. Да, мы запускали акцию по своей команде, там, счастливый телефон. Я отправлял деньги на телефон тем людям, там, которые участвовали в розыгрыше, которые размещали заказы на первые недели каталога. А это понадобилось, ну, я не знаю, 6 или 8 месяцев на то, чтобы сместить это. Вот, сейчас эта культура, да, она по большей части развита, чтобы заказы размещались в первые дни каталога. Но начинается это все с лидера, и начинали мы все это с себя. Мы стали сами размещать заказ в нулевой, в первые, там, в первые три дня каталога. Сейчас, ну, последние, я не знаю, там, 5-7-8 каталогов мы стараемся делать это сразу по открытию сайта. Вот, поэтому, если хотите открывать и закрывать звание в первые дни каталога, начинайте с себя эту культуру прививать. Следующий навык – это самообразование, да, изучение книг, привычка каждый день читать, изучать видео, аудио, да, вот, прочитать. Я даже ролик такой на ютубе у себя записывал. Вы знаете, на самом деле, вот книги по нашему бизнесу, я вам прямо покажу сейчас, как у нас тренировок ходить не надо, да. На то, чтобы читать в нашем бизнесе не надо много времени. Во-первых, наши книжечки, они, ну, достаточно, достаточно такие тонкие. Во-вторых, да, вот главы, которые здесь есть, ну, их можно читать, наверное, за, ну, сколько здесь, полторы страницы. Две минуты займет, да, и ни один человек мне не сможет доказать на то, что у него нет времени читать книги. Это не художественная литература, которую надо сесть и захлеб читать. Это та литература, которую можно читать. Ну, вот он, коротенькие главы. Сел, прочитал там, не знаю, две-три главы, видите, да, вот, две-три главы прочитал. Сама книжечка достаточно тонкая, на месяц ее растяните. Да, вот очень полезная книга «Витамины для ума» рекомендую. Но делайте это, приучайте себе эту привычку, да, потому что, блин, ну, гибкость мозга, она здесь необходима. Она здесь необходима, особенно если вы длительное время в работе по найму провели. Изучайте видео, изучайте аудио, посещайте все обучающие мероприятия, команды, наставника, потому что вот события, особенно встречи разные, да, они меняют на самом деле мышление, они меняют людей. Более того, все это дублицируется. Если вы не ездите куда-то на какие-то мероприятия, не ждите того, что ваша команда будет это делать. Если вы куда-то не ездите, вы не имеете права вообще никакого морального спросить у своих партнеров, почему они куда-то сами не ездят. Имейте в виду, так, у меня что-то вот видео подтормаживает. У вас как вообще? Сейчас со связью нормально все? Дайте обратную связь поставить, плюсик, пожалуйста. Раз, 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 раз. Так, нормально, да? Все отлично, спасибо большое. Так, тормозить немножко, да, ну, видимо, у меня интернет такой-то подвисает. Так вот, как оценить навык вообще самообразования у себя? Если вы посещаете все, если, более того, если вы свои дела планируете, отталкиваясь от запланированных встреч, да, то можете смело десятку ставить. Что это значит? Ну, допустим, звоните вы партнеру, слушай, какие планы на субботу? Ну, не знаю, не было никаких планов. Слушай, давай, вот у нас будет там сбор, там встреча какая-то в офисе, такая-такая по бизнесу. Он начинает говорить, ну, я еще не знаю, там, может, у меня что-то будет, да. Здесь сразу возникает вопрос, на какое место ты бизнес задвигаешь, на какое место ты задвигаешь встречи по бизнесу, да, и вот этот вот пункт самообразования. И если ты даже не знаешь, чем ты хочешь заняться, а ты уже это делаешь, ну, это, наверное, не сильно такая понятная ситуация. Потому что, ну, я, например, все свои дела начинаю планировать исходя из того, какие у меня мероприятия когда проходят, да, и уже от этого начинаю отталкиваться. Вот, а если ты эти встречи задвигаешь, да, на последнее место, ты посещаешь только тогда, когда больше ничем не занят, да, то можно поставить нолик. Смело можно поставить нолик в этой шкале самообразования. Вот, то есть, ну, это сразу говорит уже о выборе приоритетов, да. Следующий момент – активность чата. Да, для чего чата нужны? Чата – это рабочий инструмент, это инструмент коммуникации, это инструмент передачи информации. И это необходимость, да. Вот, если ты ведешь сам чат, если ты регулярно их ведешь, несмотря ни на что, да, а также всегда даешь обратную связь по каким-то важным вопросам. Если ты отвечаешь на вопросы, на которые можешь ответить, если ты берешь дежурство по чатам, если ты выдаешь полезную информацию, смело ставь десятку. Если ты просто даешь периодически обратную связь, да, и, ну, не отвечаешь ни за один чат, можете пятерочку ставить в этой шкале. Если вы включаете пылесоса, да, кто такой пылесос, все вижу, все читаю, все смотрю, ни на что не отвечаю, ни на что не реагирую, ну, если только меня там с днем рождения не поздравит, да, то единичку поставить. Если вы можете позволить себе не заходить в Телеграм, там, ну, или ВКонтакт, ну, или вообще в чаты, можете позволить не заходить несколько дней, хотя бы 2-3 дня, то это ноль, это 100% ноль. Да, это понятное дело, ни о каких чатах не может идти речи. Более того, каждый из вас должен понимать, если вы хотите иметь то, что имеет, там, директор, золотой директор, там, бриллиантовый и так далее, должен четко понимать, что вы будете вести свои чаты, 100%. Вот, более того, когда вы начинаете вести свои чаты, вы уже начинаете понимать, что это такое, да, и, как правило, активно ведут себя только те партнеры, у которых есть ответственность за чаты и за партнеров, находящихся в этих чатах. Доступно объяснил, поставьте единички, не запутал, что это такое, для чего это надо. Тренируйте, все дублицируется, абсолютно все дублицируется. Ребят, вот для сравнения, да, вот у Эдуарда Васильева, у Эдуарда Васильева порядка 160 чатов. В которых он присутствует, да, и по большей части, во многих из них, он всегда проявляет активность, всегда. А команда больше, уровень ответственности больше, объем задач, которые надо решать, больше, да, поэтому, если кто-то говорит, там, нет времени читать чаты, ну, это понятно сразу все о приоритетах, да, и понятно сразу, что человека ждет в этом бизнесе, да, как он подходит. Следующий момент, следующий пункт, так, у нас же время 10, да, навык позитивного мышления. Вы знаете, люди идут за позитивными людьми. Люди не идут за людьми, у которых, ну, на лице написано, что, блин, я унылый, эгэ, да. Люди идут за позитивными людьми. У всех есть проблемы, у всех есть негативные эмоции, у всех есть какие-то сложности. В бизнесе оставляется это все за дверью. Все проблемы за дверью. Более того, куда смотришь, туда и попадаешь. Если даже в своем бизнесе ты будешь, ну, постоянно акцентировать внимание на каких-то сложностях и трудностях, да, они у тебя будут копиться, их у тебя будет становиться все больше и больше. Следующий момент, да, наверняка слышали такую фразу. Размер личности определяется размером проблемы, на которую он остро реагирует. Если вас выбешивает, что, я не знаю, там, помадка какая-то не пришла или там какой-то флакончик помялся в заказе, да, начинаете из этого раздувать проблему, ну, ребят, не обижайтесь, но это ваш калибр, да, если вот такая ерунда выбивает вас из себя, да, потому что, ну, ситуации бывают разные. Вы видели вот ту болтанку, да, которая у нас была в бизнесе, и мы, ну, падали, я не знаю, можно это назвать падением или нет, на 10 тысяч, на 12 тысяч баллов, да, вот у нас такое падение происходило, да, у кого-то, может быть, даже роста такого еще не было, вот на, как у нас или как у многих других лидеров были падения. Так вот, ребят, контролируйте свои эмоции, особенно негативные, да, и всегда любую проблему рассматриваете как задачу. Более того, если будете на ней фокусировать свое внимание, если будете думать о плохом, да, это будет выражаться и в словах, и в действиях, слова и действия, они превращаются в привычки, привычки – это уже характер человека, да, характер, там, нитика, жалобщика, там, характер жертвы или характер зрителя, да, ну, и, соответственно, это уже судьба, судьба, как и жертва становится. Вот, судьба всегда говорит «да». Вот я однажды услышал такое выражение «судьба всегда говорит «да». Если человек говорит «блин, у меня не получится, за мной никто не пойдет», да, у тебя ничего не получится, у тебя за тобой никто не пойдет, да, если ты говоришь «блин, да за мной по-любому народ пойдет, я по-любому найду каланты», я по-любому накопаю своих директоров, я по-любому сделаю бриллианты, судьба всегда говорит «да». Да, ты найдешь своих людей, да, ты найдешь своих директоров, бриллиантов и так далее, и так далее, да. Поэтому контролируйте свои мысли, контролируйте свои слова. Что вы говорите, что вы думаете, да, и думайте то, о чем думать. Навык постановки целей – следующий пункт. Планирование своего результата, планирование своего дня, ставить цель на каталог, да, то есть как у вас эти каталоги проходят, как получится, да, или вы себе планируете, ну, доставляете какой-то план на команду, на себя. Что здесь может вам помочь? Это список желаний, список мечет, да, но это тоже планирование своей жизни. Это ежедневник, да. Ребята, если честно, вот, когда, ну, большой уровень задач, без ежедневника вообще очень сложно отходиться. Точно рекомендую ежедневник Арифлеймовский. Вот прям на правах рекламы, скажу, очень удобно. И презентации показывать, здесь карьерная лестница есть, картинки там всякие со стартовой программы, да. То есть все это можно всегда показать, рассказать человеку, очень удобно, да, и карьерная лестница тоже можно прям взять и показать. Прям рекомендую. Так вот, ежедневник – это та штука, которая позволит вам контролировать свое время, которая позволит вам вырабатывать дисциплину в своем бизнесе. Как оценить этот навык по колесу навыков? Если у вас запланирован каталог, если ты когда-то сделаешь новое звание, если у тебя расписан план по достижению нового звания, да, если ставишь цели на каталог, на неделю, если планируете каждый свой день, ведете какие-то чек-листы, да, делитесь своим планированием со своими партнерами, можете смело ставить десятку, да, если планируешь и рассчитываешь рост своим партнерам, да, можете смело ставить десятку. Ну и вот что мы в итоге получаем, да, вот когда вы заполните вот это колесо навыков, у вас получится, ну вот какая-то некая такая фигура, да, то есть разные оценки на разных навыках понаставили, да, и как вы думаете, можно ли на таком колесе далеко уехать? Конечно нет, конечно далеко вы не уедете. Можно ли уехать на колесе, ну вот на таком кругленьком, но там все навыки на уровне единички? Нет, ты тоже далеко не уедешь. Может быть уедешь куда-то, но будешь ехать медленно. Вот, поэтому наша задача с вами тренировать, отрабатывать свои навыки, чтобы все они были 8-10 пунктов. Более того, если у вас есть разрыв между максимальным и минимальным уровнем, ну больше 5 пунктов, да, то скорее всего это и есть причина вашего застоя, это и есть причина вашего, может быть, падения бизнеса, это и есть ваш якорь, да, поэтому ваша задача выравнивать это колесо и отрабатывать все навыки, тренировать себе все эти навыки, чтобы они были равномерно распределены у вас в бизнесе. Вот, но я обязательно это колесо вышли. Быть, делать, иметь. Классная формула на самом деле. Да, можно иметь цели, желания, мечты, можно делать все системе, вот только вот без быть это не работает. Что это значит? Как правило, все мы хотим иметь то, что имеют там люди с высокими званиями. Бриллиантный директор. Все хотят быть бриллиантным директором. Ну, что подразумевается, да, вот я хочу быть бриллиантным директором. Автопрограмма, премия из 17,5 тысяч баксов, два раза в год за границу, ну, и разные там доход, там, 250 тысяч в месяц, еще разные там бонусы и приколюхи, да. Вот когда, ну, большинство людей хотят быть бриллиантными директорами, вот именно с позиции иметь. Ну, ребят, здесь есть еще другая чаша весов. Посмотрите, что делают бриллиантовые директора, как они себя ведут, о чем они говорят, как они работают с командой, какой уровень ответственности у них вообще. Потому что уровень доходов в нашем бизнесе, уровень равен уровню ответственности. За что они отвечают, за что отвечаете вы, да, что они делают, что делаете вы из того, что они делают. Вот, поэтому хотите какое-то звание, да, хотите быстрее на уровень директора выйти, начните делать то, что делает директор. Звание вас догонит, потому что вы сначала головой станете директором, да, головой, вот, ну, вы вот в это состоянии, в состоянии быть, да, вот все, я директор, да, я ощущаю себя директором, хотя я там на 9%. Вот, вы начнете это делать, начнете, да, потому что все навыки в нашем бизнесе, они тренируются, и в конечном итоге вы будете это иметь. Если вы на что-то смотрите только с позиции иметь, да, но какие-то вещи делаете с позиции, как бы, чего не делать, как бы срезать острый угол, как бы там прочитал чат и не ответил, как бы там личный товарооборот в последний день каталога сделать, или съехать с рекрутинга, или еще что-то, да, ну, любой из этих навыков, которые мы только что разбирали, да, вот эту вот позицию иметь, она, ну, либо она от вас становится дальше, да, либо она становится вообще недосягаемой. В нашем бизнесе нельзя не переработать, в нашем бизнесе нельзя срезать какие-то острые углы, это не работа по найму, здесь нет такого, до шести отработал, встал, ушел, нет такого. Здесь надо много отдавать, да, более того, когда ты много отдаешь, ты получаешь в два раза больше, да. Я хочу получать в два раза больше, чем то, что я сейчас получаю, да, поэтому я стараюсь отдавать больше, вот, ну, это моя философия, это моя позиция, да, вы можете не разделять, да, потому что есть философия у иждивенцев еще как бы, что за что не делать и за что бы не платить, но при этом все получите, все, ну, вот, чтобы приплыло само собой, вот, быть, делать, иметь, всегда имейте в голове эту формулу, всегда хотите что-то иметь, посмотрите, что надо делать для этого, что надо делать для этого каждый день. Следующая ступенька, следующая ступенька, это лидер для другого. Кто такой лидер для другого и чем характеризуется вообще эта ступенька? Быть стопроцентным источником для своих людей, источником информации, источником мотивации, источником вдохновения, источником обучения, да, то есть, что вы даете своим людям, что вы даете своим партнерам, своей команде. Неважно, какого уровня вы лидер, да, даже, вот, как только у вас первый человек появился, пусть даже вы не стопроцентной информацией обладаете, но мотивацией, вдохновения, там, у вас может быть информация, которую вы можете передать своему новичку, на вас есть, да, всегда можно сказать, там, дружище, блин, будет трудно, но я в тебя верю, ну, давай вместе как-то еще что-то, еще что-то, да. Я вот очень рекомендую посмотреть вебинар Натальи Кошириной, я вчера он проходил, прям, прям, вот, вот, ну, источник вдохновения, источник мотивации, да, вот это то, что вчера там происходило на вебинаре, вот. Я понимаю, что человек совсем недавно в этом бизнесе, он уже берет ответственность, например, за другого человека. У нас много таких партнеров, да, я просто, ну, вот, первый пример, который мне в голову попался, вот. Поэтому сразу берите на себя ответственность за тех людей, кого вы приручили, да, вот, ну, как говорят в Японии, мы ответственны за тех, кого приручили. Источник информации, да, мгновенно передавать информацию по своей структуре, да, подумайте, как вы информацию передаете своим людям, да, как у вас происходит коммуникация, как вы ее доносите и с какой целью, с целью просто донести или донести важность, да, потому что от информированности ваших партнеров зависит результат. Результат, сколько людей поедет на то или иное мероприятие, да, от того, сколько людей поедет на то или иное мероприятие, зависит ваш личный результат, вот. Акции, кампании, мероприятия, команды, кампании, новости какие-то, да, с какой целью вы это доносите, всегда думайте об этом. Ну, исходящий поток всегда равен входящему, да, то есть об этом говорили мы уже сегодня. Если какую-то информацию доносите, если ваш партнер не делает что-либо, задайте себе вопрос, может быть, он не понимает важности этого, если он не понимает важности этого, а может быть, я не смог объяснить важности этого, да, следовательно, возникает другой вопрос, а сам понимаю ли я, а я сам понимаю важность этой информации, да, которую я пытаюсь донести, которую я хочу, чтобы мой партнер делал. Да, я хочу, чтобы мой партнер делал личный товарооборот в первый день патолога, а зачем фиг его знает, зачем не знаю, да, ну, я сам могу сделать там в последний день патолога, все равно же он не увидит, да, и очень важно, да, там, ну, самому себе задавать вопрос, с какой позиции я доношу ту или иную информацию. Источник мотивации. Две вещи меняют людей, события и слова, да, особенно в нашем бизнесе. Хвалить и замечать успехи. Всегда можно найти, за что похвалить человека, да, причем если хвалите, хвалите его громко. Если есть за что-то поругать, да, ну, ребят, извините, мы не начальники, не боссы, да, сказать аккуратно, спроектировать, кто с позиции, блин, слушай, ты можешь лучше, если вот этот вот момент убрать, вот этот вот и вот этот вот момент убрать. Вот. Особое внимание всегда тем партнерам, у которых что-то получается, которые что-то делают, да, потому что очень часто жертва пытается нашим вниманием совладеть, начинает рассказывать там, ну, негативить начинает, или о том, что у них там все плохо и так далее, и так далее, да. Это тоже, ну, люди требуют внимания элементарно. Вот. Поэтому поощряйте внимание людей, замечайте игроков, чтобы они не становились жертвами. На что будете обращать внимание, то и будете получать результаты. Ни разу, о, не один раз я в этом убеждался, и на собственном примере, и на примере партнеров других команд. Это все работает. Вот на что вы будете обращать внимание, то вы и будете получать результаты. А если вы будете обращать внимание на то, что, блин, классные партнеры, молодцы, сильный рекрутинг и так далее, Вот так и будет. Если будете на другие негативные вещи, обращать внимание, особенно говорите об этом. Тоже так и будет. Источник вдохновения. Что может быть источником вдохновения? Прежде всего, любить это дело нужно. Да, может быть, кто-то, кто начинает этот бизнес, не совсем понимает, о чем идет речь. Да, может быть, кто-то не совсем понимает, о чем идет речь, когда говорят, полюбить, прикрутим. Да, реально можно полюбить. Реально можно полюбить дело, с которым ты идешь в массы. Дело, которое ты доносишь людям. Давать людям больше, чем от тебя ожидают. В нашем бизнесе нельзя переработать. Говорил уже, все вернется по-любому. Званиями, результатами, классными партнерами и так далее. Потому что часто у меня разговоры такие бывают. Блин, у вас там такой партнер классный появился. Блин, вот я тоже хочу себе такого партнера. Ну, если этот разговор с мужчинами происходит, я вопрос в лоб задаю. Ну, вот пришел к тебе такой партнер, что делать ты будешь? Что ты ему покажешь? Как ты в чатах пылесоса включаешь? Как ты там мытьем занимаешься? Как ты там еще что-то делаешь? Что ты конкретно будешь делать с таким партнером? Ты должен быть для него источником вдохновения. Ты должен быть для него примером. Ты должен делиться результатами. И твои результаты, они будут являться вдохновением для других людей. И ты будешь ролевой моделью для своих людей. Потому что вот все хорошее, оно дублицируется только наполовину. Все плохое на все 200%. Можете проверить, но я рекомендую поверить на слово. У меня был период в бизнесе, когда я искал легкие пути. Ко мне приходили такие же аляпщики, лотереи, которые искали легкие пути. Как только я начал пахать, подбросил все лишнее, начал пахать, в команду пришли такие же пчелки. Такие же пчелки, там, Люба Горлову пришла. В тот момент, когда мы начали пахать, я думаю, слава богу, я в этот момент не искал легких путей. Слава богу. Вот, поэтому хотите хорошую дублицировать в команде, делайте сами и отдавайте гораздо больше. Источник обучения. Научить человека можно только потому, что делаешь сам. Нельзя научить человека тому, что ты сам не делаешь. Нельзя человека научить ездить на мероприятия, если ты сам не ездишь. Нельзя человека научить писать чатах, если ты сам не активен. Нельзя человека научить делать заказы на 150 баллов, если ты сам это не умеешь делать. знаете да о чем речь идет люди делают не то что мы говорим и сделают то что мы видим все наверняка знает опыт с указательным пальцем саша и маша пожалуйста пожалуйста не закончил ну да ребят предупреждал информация объемная в частную ложимся вот мы обучать по принципу показал сделал вместе провел первую презентацию сделали вместе да если но очень часто не часто тоже вижу такую ситуацию там кто-то у кого-то просит вебинар провести на какую-то тему я грузине дружище сам проводил вебинар и сама проводил вебинар ты хочешь чтобы этот человек не так вот начни себя пусть она на тебя посмотрит например и сделает сделает то же самое сейчас нужно будет прям очень очень активная обратная связь вот кто хотел бы таких ключевых партнеров вот кто они чтобы они были амбициозными доставили все самые высокие задачи кто согласен вот кто хотел бы таких ключевых партнеров плюсики прям можете засыпать чат плюсиками то умеет рекрутируется рекрутирует это системы то всегда на связи кто лишний товарооборот делать на него можно положить то обучается развивается кто с позитивным мышлением да у кого нет проблем то всегда там радует результатами да кто готов помочь любом деле да кто ответственность готов взять на себя в любой ситуации вот кто хотел бы таких партнеров до плюсики посыпались отлично отлично спасибо за обратную связь спасибо большое здесь возникает следующий вопрос мы таких людей хотим в команду а мы сами такими являемся мы сами являемся такими партнерами каких хотим в команду если нет то есть поле для работы есть на чем работать если да это очень круто я вас поздравляю вот мы являемся примерами для своей команды для своих партнеров хотите какого-то партнера начните себя но и следующая ступень до очень коротко лидер команды лидер команды вот это ну команда формируется автоматически если у тебя все хорошо на первую ступень лидерство да то есть лидер для себя и лидер для других проанализируйте свое колесо навыков проанализируйте кем вы являетесь для своих партнеров источником чего второй момент взял ли ты ответственность на свои за своих партнеров взял ли ты ответственность или ты эту ответственность передаешь вышестоящему наставнику или ты срезаешь острый угол уровень доходов район уровнем ответственности всегда на какой на уровень доходов ты сейчас заточен сколько ты хочешь зарабатывать а насколько ты делаешь на сколько и за что ты отвечаешь как выявлять лидеров говорил уже в начале быстро пробежимся проявляет ответственность до ответственность особенно трудных ситуациях люди которые системно работают да и которых не надо пинать который не теряет эффективность да даже когда их никто не видит люди которые инициативны да то есть если им что-то не нравится они предлагают свое они не просто негативе они предлагают свое ну и конечно умение делегировать да то есть научить своих партнеров работать передавать им эту ответственность передавать им ну я имею ввиду ниже стоящим обучать их нагружать у нас как у лидеров задача сделать своих людей максимально самостоятельным вот как на этой картинке да то есть мы вроде как бы подталкиваем людей но они вроде как бы и сами растут вот но мы просто страхуем и контролируем поэтому всегда держите в голове этот пример сейчас опять же попрошу обратной связи от вас чате вот кто хотел бы в команду таких партнеров как александр лысиков андрей борисов сергей матвеев влад егоров эдуард василий ну и может быть не скромно скажу да алексей соргаев кто хотел бы таких партнеров себе в команду поставьте единички кто таких партнеров в себе хотел команду знает а кому да и мне поролоси полку пару борисов все пожалуйста все хотели бы да вот 24 февраля нас будет проходить мужской бизнес форум вот чем больше мужчин чем больше мужчин вы привезете на этот бизнес форум чем больше мужчин вы привезете на этот бизнес форум тем больше вы команду получите таких партнеров как я сейчас говорил поняли идея это все мероприятия которые вообще ну которые переворачивают мозг просто переворачивают мозг это такой масштаб до почти 1000 успешных предпринимателей известные спикеры россии да там одна из лучших площадок в чуваши это профессионалы из разных областей ты традиционный бизнес в области спорта в области был нас направлении в области на вэйдж поэтому поставьте себе задачу вывести максимальное количество мужчин на это мероприятие через год вы увидите какой будет результат потому что задача этого мероприятия задача этого мероприятия в течение года после бизнес форума чтобы каждый участник выстроил две новые директорские команды более того будет плотное сопровождение в отдельном чате только для участников этого форума где будут проводиться специальное обучение от топ лидеров компания oriflame россии где будут подводиться рейтинги где будет еще дополнительная мотивация для роста но основная задача две новых директорских групп хотите через год новых золотых директоров команды везите туда мужчин дарите им подарки на 23 февраля очень удачно это 23 24 25 февраля три дня выходных будет то работает удобно поехать на работу да если вы по графику работаете можно в любом случае это сделать едут мужчины из сибири и даже из хабаровска на перекладных будет добираться будут добираться партнеры из хабаровска понимаете поэтому девчонки проявляйте всю свою девичью смекалку вывозить сюда мужей братьев отцов своих чужих там кого угодно чтобы концу года получить новых золотых директоров свою команду вот это ваша задача как лидера до 20 января билеты будут доступны в продаже в нашей команде времени уже практически нет ну и мужчины конечно вопрос вам да я думаю здесь но не может быть и речь ехать и не ехать ехать это железобетонно это то мероприятие который перевернет ваше сознание поэтому там надо однозначно быть и завершение сегодняшнего вебинара хотелось бы сказать до лидерство это поступки лидерство это не слова это именно поступки лидер это тот кто умеет вести за собой людей но это еще и тот кто сам умеет идти за кем-то поэтому претендуем на что-то соответствует хотите сильных амбициозных классных рекрутирующих партнеров будьте сами такими вот то где вы везде активно плюсики поставлю ну что друзья надеюсь не сильно затянул всего-навсего полтора часа тема это объемно это об этом можно говорить достаточно долго достаточно много это тема которая ну длиной жизни вообще за тема которую всю жизнь надо развивать в себе есть книги есть специальная литература лидер без титула робин шарма законы победители я вам всем рекомендую это слушать это читать перечитывать да и развивать в себе это качество потому что чем бы вы не занимались в любой области лидер это человек который стоит у руля ну у руля это не всегда может быть там какая-то должность да это ну я медведь центровой человек вот поэтому друзья развивайте себе развивайте своих партнеров и все у вас будет хорошо если есть вопросы пишите